Новороссийск это город, который живет круглый год, невзирая от того, каким был сезон. А у вас есть тут проблемные объекты? Есть старые договора, которые еще у нас в недвижимость до 99-го года регистрировалась в БТИ. На что может попасться клиент, который не в курсе этой вашей внутренней кухни? По морю видно. Какое, на ваш взгляд, жилье в Новороссийске является не очень декритным? И вот тут возникает вопрос. Я что-то вижу у вас в глазах. Есть доходность от 113 до 130%. Что мы ждем? Ждем старты. Привет, друзья! Наш канал Н2ТВ запустил новый проект. В нем мы говорим о недвижимости Юга России, а точнее о городе Новороссийск. Уже сейчас снято 18 видеоматериалов, рассказывающих как о жизни в этом южном городе, так и о недвижимости. Лично мне больше нравится видео о знаковых местах города-региона. Но мы ведь не канал о путешествиях. Поэтому было важно узнать ответы на вопросы, которые интересуют покупателей и продавцов недвижимости. Очевидно, что самый острый вопрос про цены. И, конечно же, я спрашивал, что можно сейчас купить за 5 миллионов. Хотя всего лишь год назад Новороссийские цены были в полтора раза ниже. Несмотря на рост цен, Новороссийскую все еще очень далеко до Сочи, где цены сравнялись, а где-то и превысили московские. Вы скажете, ну сравнил, Сочи, это же Сочи. Отвечу только одно. Сочи – это курорт, который по ряду причин сейчас сильно переоценен. Новороссийское отличие от Сочи, Геленджика, Анапы и других курортов – это город, жизнь которым кипит круглый год и не зависит от курортного сезона. В этом есть свои преимущества, и самое главное из них – это то, что город комфортный для постоянного проживания и нет затиши между сезонами. Вторая причина – это инфраструктура, которая рассчитана на постоянных жителей и лишь отчасти на отдыхающих. Это значит, что цены в магазинах не вырастают летом в несколько раз. А если поискать, то несложно найти места, где все необходимое вы сможете купить очень бюджетно. Сфера услуг, кафе и рестораны здесь также работают круглый год. Этого нет ни на одном курорте Черного моря. И, конечно же, здесь всегда есть работа. Благодаря морскому порту и базе ВМФ зарплаты в Новороссийске не ниже Краснодара. При этом это не столица края с миллионом жителей и перегруженной инфраструктурой, и здесь есть море. Ну, не буду перечислять все достоинства и недостатки, которые, несомненно, тоже есть. Лучше познакомьтесь со всеми сами. Смотрите новые видео в Новороссийске, которые публикуются каждую неделю на канале «Недвижимость Юга России» в этом 2.ТВ. Сокращенные версии вы сможете увидеть и на нашем основном канале «Недвижимость Юга России». Делитесь своим мнением под этим видео, расскажите, что вам было бы интересно узнать о Новороссийске и других городах Юга России. А специально для тех, кто задумывается о переезде, мы будем делать видео об интересных местах, таких как Малая Земля, Абрау-Дюрсо и других, рядом с которыми можно не только отдыхать, но и жить, имея возможность ежедневно наслаждаться соседством с историей и природой. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить интересное. До встречи на каналах. Берегите себя, своих близких, свой дом и бизнес. Пока!